а вот к вам вопрос значит вы говорили что пока не начали искать работу в тестировании вы делали проекты на ю тесте причем вы это сказали как-то задним числом так между прочим я считаю что это очень важно и очень большая сторона того что происходит с людьми которые находятся особенно в онлайне некоторые в школе учиться а вот именно когда ты онлайн даже в школе это здорово скажите прям ну пару слов вот как когда вы начали этим заниматься как много времени у вас уходило чему вы там научились сколько зарабатывали вот примерно так ну и тест конечно дает очень небольшой опыт опыт в начале тестирования начал заниматься по вашим рекомендациям во время школы я по-моему это на треть третьей неделе а часто дают приглашение насколько сложно получить приглашение очень сложно получить приглашение первый раз и первый раз у них как бы тестовое задание дает и его нужно сделать вовремя и не сделать там ни одной ошибки то есть есть определенное задание которое нужно сделать если вы найдете даже больше чем вас просят и вы это запишите это будет считаться как вы провалили экзамен потому что сказали напиши две ошибки а он написал 10 он написал 10 и вы провалили это задание даже думаете о почему я что много нашел потому что не в состоянии следовать инструкции это очень важный аспект в тестировании исследование документации которая часто нет когда на есть это хорошо после после того как успешно прошел пробное задание советую добавить все свои мобильные устройства которые у вас есть к своему аккаунту и в реальном времени в плане что версии прошивки и моделей что вот это все оператор если даже пошло сотовой сети чтобы все было даже будет смешно но указывайте телевизор какой у вас там тоже есть такая опция smart tv какой-то smart tv или какая машина там тоже не добавили это то есть они тоже присылают задание тестировать какие-то там радио эфиры у кого еще есть смарт машине так скрины можно делать обликейшем или можно просто как телефон и программа чья-то как она соединяется с машины по блютуз и опции голосовой передачи связи с телефона на машину очень много разных вариантов разных заданий то есть много крючков которыми можно подцеплять проект до важный момент я хочу добавить что нужно свой даже пройдя вы тоже можете не получать пробного задания пока ваш профиль не заполнен если не ошибаюсь на восемьдесят шесть процентов то есть им нужно побольше информации нужно побольше информации нужно добавить свои социальные сети это так это дает дает а большой процент заполнительные вашего профиля как интересно вы первый чек от которого я это слышит очень интересно что линкин если вас нет линкина хотя должен быть если вы здесь уже в этой сфере интересуетесь google plus twitter я кстати тебя не добавлял но фейсбук twitter линкин это мне дало очень большой скачок в проценте заполнения моей моего профиля и буквально на следующий день я получил пробное задание хотя до этого недели две висела без без приглашения мой мой профиль в ю тесте пройдя первое задание успешно вы получаете конечно проекты очень важный аспект в том что кроме вас проекты приходят еще двадцати пяти тридцати человек в то же время и вот нужно успеть принять во время проект потому что то есть люди заполняют заявку что хотят участвовать это уже когда отобрали вы уже прошли пробное задание вам пришли уже реальное задание с деньгами за которым будет оплачиваться так оно приходит одновременно тридцати приходят такому количество людей как позволяет скоп задания но вроде но это приглашение или это уже прямо уже приглашение выполнить платную работу аукей и и там есть ограничение вот если вы не приняли его течение там часа двух то дальше уже место может не быть вы уже можете не влезть туда понял то есть предлагается такая возможность а вы должны быстро отреагировать быстро отреагировать и по возможности начать тестирование конечно профиль профиля когда вы никогда этим не занимались то вы указываете что вы новичок но новичкам как правило приходят и такое задание не столь не столь требует требующие технических знаний тестирования что неплохо что неплохо и за каждый найденный дефект баг вы можете получить от трех до десяти долларов а представьте если программа как это был стартап у них нет денег на содержать команду они закидают на ютест программа первый раз попала в тестирование вообще она полна багов она полна ищет и вы за час можете сделать рекорд на 5-10 дефектов найденных и получить соответственно свои 100 и больше долларов это тоже важно знать сколько циклов данная программа уже была прошла прошить прошла через больше циклов меньше бармен меньше бога а вот такой вопрос у них там на самом сайте ютест очень много видео учебных которые ну как бы подготовить а к тому чтобы лучше это делать вы смотрели была какая-то польза я смотрел я смотрел эти видео да и в принципе много я смотрел основная на техническую часть как достать как вытянуть блок блок из айтюнса из айфона из андроида из windows это это очень хороший навык там есть там очень много есть этих такие видео советы типсы как это все сделать потому что последнее время все больше и больше заданий на ютесте они требуют требуют не просто описание дефекта а еще и конкретный лог файл конечно конечно чтоб программисты девелоперы могли посмотреть где и что произошел сбой это очень важно знать в принципе наверное больше таких обучающих видео я не смотрел на youtube это точно до каких сумм рекордных вы доходили или скажем так на крейсерской скорости сколько вот вы могли заработать да я не мог себе позволить быть на ютесте каждый день потому что у меня была работа ежедневная не связана с тестирована абсолютно но я в свободное время это было в основном 12 с 10 до 12 часов вечера два часа в день определял этому и примерно максимум который меня был месяц по моему 400 долларов ну то есть немножко немножко но это это два часа в день как бы я тратил то есть вас не бы где было желание заниматься этим там 10 часов в день и получать там пару-тройку тысяч и вы больше зарабатывали я зарабатывал больше во первых во вторых мне намного больше чем сумму вы сейчас озвучили но вторых еще у меня было чуть страх нестабильности семья ребенок я не мог себе позволить потерять свою ежедневную работу покласса просто на ютест потому что я не знал как часто я буду получать проекты но может быть в этом где-то была моя ошибка потому что чем больше вы выполняете успешных заданий тем больше ваш рейтинг растет да и тем больше вы получаете и приглашение а вы были каким-то бронзовый серебряный голд а вы были золотые я достиг до gold статуса я здесь gold статус по сравнению скажем с никаким статусом он дает что больше денег за найденную ошибку или что приглашение лучше дают во первых дают больше приглашений доходило до того что в день могло приходить 15 15 приглашений в день 10-15 вам надо было поднанимать людей где-нибудь там во львове или там в южно-украинские да но но задание так как вас в настройках профиля стоит что вы новичок да вы это можете изменить с чувством как вы уже можете в свою работу если вы будете ставить профи уже и не будет приходить гуи задания а вот приходить форекс фашинал теста там больше платят за ошибку и там больше там уже другие абсолютно день сушки я слышал людей что какие-то ошибки им там по 20 по 25 долларов давали это это даже на когда мне стояла новичок я получал 25 долларов это не за ошибки а за тест кейсы выполнены тест кейс тесты сьют вернее может включать несколько тест кейсов и вы но так как тест кейс уже написано вам просто нужно взять и пройтись по нему то есть там там уже особо и делать то просто на все правильно следовать инструкции а есть люди которые пишут тест кейсы тоже за деньги на ютесте да ну не знаю я от этого не делал я писал баг-репорты только тест кейсы я делаю сейчас по стене на своей жизни это на каждый день по 10-15 без кейсов точно но и пардон продолжить тему ютеста голд статус и бронз статус по моему или сильвер помимо того что вы получаете вы еще получаете больше вы считаете процент процент от найденного вами бага то есть вы я не помню там уже в цифрах там процент это что процент чего не понял то есть если если от вам если это критическая ошибка задание сказано вам заплатят за нее 15 долларов за критическую ошибку если вас гол статус то вам уже заплатить 15 долларов плюс 10 процентов то есть у вас появляется коэффициент такой вас появляется коэффициент да совершенно верно и и чем больше вы в этом разбираетесь тем вы увеличиваете свои навыки грубо говоря за ту же самую ошибку денег больше дают абсолютно но такая то есть фактически получается так ты работаешь и начинаешь со временем получать больше за то же самое хотя на самом деле квалификация растет и ты начинаешь и за то же самое больше и начинаешь делать то чего раньше не делал ну что же это очень очень здорово с точки зрения того что вот вы когда говорить о твои ошибки в юзер интерфейсе находили там по три по пять долларов это как-то вам в помощь было что вы учились юзер интерфейсу вот у нас например или всякий человек здравомыслящий он и он и так наткнулся бы на эти ошибки то есть это были ошибки очевидны или это были просто common sense как бы или это были ошибки которые надо все-таки знать предмет было по-разному но очень особенно начинающим на ю тесте очень большая большой плюс будет почитать почитать книгу на юзебилди.gal которую вы тоже говорите о ней в своих классах там все стандарты юзер интерфейса как mac os так и windows там все четко описано где казалось бы ты видишь кнопку и она работает а никто не смотрит что кнопка это она не квадратная там круглая или еще что-то это противоречит по определенным правилам размер не тот размер не тот или очень много всего обычному пользователю без знания предмета и правил наверное он не обретит на это просто внимание или там три формы в одной форме кнопка там называется окей в другой называется submit та же самая кнопка абсолютно верно тоже наш нужно знать что все должно быть на принципе лекция по тестированию график юзер интерфейса у меня висит свободном доступе на самом на ю тубе но на русском языке это тоже есть в курсе по который not бортом датком слышу вторая лекция как раз про юзер интерфейс тестировали я специально эту тему вы ним вытаскиваю на свет божий потому что практически никто этого вообще не учится вроде как слишком просто или там не очень там важно но для новичка я считаю это изумительная возможность понять что ты можешь что ты пользу приносишь ох ты красота какая слушайте а ну вот как жить дальше скажите вот как жить мы сейчас к сожалению будем сворачивать да у нас кстати здесь знаете чикаго чикаго есть два уровня дорог так вот мы сейчас по первому ездим сейчас мы мы не заедем туда могли бы заехать под землю у нас там тоже светофоры автобусы не под землей под землей и магазины торговли магазины в даунтауне такой 2 где где можно пешком под землей когда на улице ветрено холодно можно спокойно передвигаться по долгам под землей так и называется чикаго педуэй ничего себе а снежно здесь вот зимой много снега прошлая зима была очень не снежная но обычно позапрошлое то машину приходилось искать утром то есть по зеркала за металл мы сейчас финансовой части называется financial district то здесь все бизнесы здесь такое офисное все то есть клерки мне это напоминает немножко вот даунтаун ну скажем того же сан-франциско тоже узкие улочки громадные самые здания но там хорошо пройтись так для настроения но жить в таком месте там все-таки эти проблемы транспорта парковки вот даунтауны в этом смысле конечно парковка важнее для сложнее для жизни а так красотища ребята вот это же это же надо быть в таком месте кстати мы проезжаем мимо моей работы вот сейчас на следующем светофоре здание я работаю за светофором монро да следующая следующая улица получается работаю софтвер полы а вы же вроде лидом говорили в две недели я уже как ли там не поставили у меня постоянно проект лидом но а должность тоже до должность тоже но надеюсь это неплохой знак да нету это опыт неплохой это неплохой опыт потому что это мне дало даже умение нужно писать писать не только уметь тест кейсы еще есть я пишу тест планы да и я пишу репорты каждой уйти это юзер да а каждое завершение эти фазы то есть много много всего приходится писать документировать хотя пытаемся перейти больше на сейчас интегрируем в программы софтвер менеджмент тулсы одна из них тест рейл очень популярный очень популярная мы сейчас вот я сейчас данный момент импортирую свои тест кейсы в эту тест рейл да их много но тест рейл действительно какую-то необычную популярность сейчас приобретает кстати очень понятно почему потому что очень удобно планирую какие тут нет парковки не может крича счищем парковку но ничего сейчас найдем ну хорошо давайте тогда мы нашу историю а ю тесте вынесем в отдельное видео вот и пока что так и становимся и будем чё нить еще снимать